Сегодня практически каждый третий житель областного центра перемещается по городу на личном автомобиле. Это удобно, практично и быстро. Однако, садясь за руль, владелец четырехколесного транспортного средства должен понимать и осознавать, какую ответственность несет он, выезжая в город. Тем более, если его автомобиль не имеет свидетельства прохождения техосмотра. Непредсказуемость поведения машины может стоить жизни и здоровья людей. Мы тоже недавно с работниками ВИГИ изучали анализ, проводили дорожно-транспортных происшествий. Все последние ДТП, которые совершены по техническим неисправностям, ни одно транспортное средство техосмотра не имело. Поэтому ситуация такова. Дорожная безопасность сегодня зависит во многом от технического состояния транспортных средств. Декада гостехосмотра направлена на выявление водителей, чьи транспортные средства не имеют допуска для участия в дорожном движении. Таким образом, сотрудники госавтоинспекции хотят донести до граждан, почему так важно проверять исправность своего авто. А если устное предупреждение и однобазовая величина штрафа на первый раз не имеют должного эффекта, тогда начинает действовать буква закона. С начала текущего года на территории Брестской области к административной ответственности за непройденный техосмотр привлечено более 21 тысячи водителей транспортных средств. Только в городе Бресте привлечено более 2 тысячи водителей транспортных средств. Согласно правилам дорожного движения за управление транспортных средств с непройденным техосмотром предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если водитель в течение года после наложения административного взыскания попадается в поле зрения сотрудников госавтоинспекции с непройденным техосмотром, то есть повторно, то административная ответственность наступает в виде штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин. И автомобили без техосмотра в рамках рейда все же выявлялись. У каждого из нарушителей своя причина отсутствия нужного документа. Кто-то списывает на забывчивость, кто-то на нехватку времени, но, как известно, от ответственности это не освобождает. Там был на другой машине совсем первый штраф, а этот штраф и не успел пройти, потому что не так давно приобрел автомобиль. Но вообще считаете, что техосмотр обязательная мера? Ну, сам техосмотр, конечно, машина должна быть в нормальном состоянии, чтобы не было опасно ни себе, ни своему здоровью, ни чужому здоровью. Важно и то, что среди автовладельцев немало и тех, кто понимает степень своей ответственности и подходит к вопросам прохождения техосмотра осознанно. Справность это в первую очередь. Машина обслуживается на станции. Да, считаю, обязательно. Это, наверное, повышает безопасность движения. Техосмотр вообще прохожу. За техосмотр двумя руками езжу за границу. Техосмотр нужен. Проверяет польская сторона техосмотра. Восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и больше двадцати получили травмы различной степени тяжести. Такова республиканская статистика аварии, где по итогам разбирательств была доказана причина – техническая неисправность авто. Хороший повод задуматься и определить приоритеты.